Привет, дорогие друзья! С вами Маша и вы на канале Вкусно, Просто и Доступно! Сегодня приготовим вкусный и очень простое приготовление абрикосовый пирог. Сейчас начался сезон абрикос, они стали доступными, но по этому рецепту вы можете приготовить не только пирог с абрикосами, можно приготовить и персик, и нектарины, и сливы, что у вас есть, с тем можно и готовить. Ну и нам понадобится мука, яйца, разрыхлитель, ванильный сахар, сметана, сливочное масло и сахар. Это ингредиенты для теста. Точные пропорции, как всегда, в описании под этим видео. Сахар и вода я буду варить карамель, так как пирог будет с карамельными абрикосами. Ну и, конечно же, сами абрикосы, я их уже вымыла и просушила. Начинаем с того, что я подготовлю форму, в которой буду запекать пирог. Я ее хорошо смазываю сливочным маслом. Конечно же, можете смазать и растительным. Я добавляю абрикосы. Я их разрезаю пополам. И выкладываем вот таким вот образом. Смотрите, какие большущие абрикосы на половину формы. И полностью заполняем форму абрикосами. Смотрите, вот я выложила форму уже абрикосами. Лучше всего используйте не переспелые абрикосы, иначе у вас пирог может просто потечь. Если они немножко зеленоватые, это самое то. Какие они вкусные, к тому же домашние. Мама, спасибо. Привет. И подготовим карамель. Карамель я начинаю готовить уже только тогда, когда готовые фрукты в форме. Добавляю сюда в сотейник сахар. И заливаю водой. Карамель я не мешаю. На огне чуть больше среднего. Я сейчас все буду варить до тех пор, пока все не начнет карамелизироваться. Лучше всего используйте здесь кулинарный термометр. Варить все нужно до температуры 150 градусов. Сироп во время варки я не мешаю. Его можно вот так вот слегка покачать в сотейник из стороны в сторону. Но не перемешивайте. Но если у вас, друзья, нет термометра, сироп варим до янтарного цвета и характерного карамельного аромата. Только смотрите, чтобы он не начал гореть. Эту грань легко перейти. Если вы почувствовали запах горелой карамели, сразу выключаем огонь. Вот, посмотрите, 150 градусов. Хорошо вам видно. Все, я сразу выключаю. Сразу заметно, да, карамель стала вот такой более тягучей. Но она еще не начала карамелизироваться, там набирать такой цвет яркой карамели. Так как это все еще будет запекаться. И вот эту сразу, видите, кипящую карамель я равномерно поливаю абрикоски. Так, и на том этапе, когда вы уже подготовили абрикосы и карамель, начнем готовить тесто. Так, пока возьму. В чашу миксера добавляем размягченное сливочное масло. Это все можно и сделать обычным блендером или ручным миксером. И сюда я добавляю сахар. И, кстати, на этом этапе я добавлю еще ванильный сахар. И начинаем все взбивать до такого легкого крема. И когда уже масло взбило, добавляю сюда сметану. Первое яйцо. Как только взобьет первое яйцо, добавляю еще одно. Второе. И добавляю последнее яйцо. Все, как только все соединится в однородную массу, будем вводить муку. И в эту массу я уже беру муку, добавляю разрыхлитель и просеиваем. Муку я буду вводить в два этапа. Можно, конечно же, и замешать миксером. Тесто получается очень нежным и вкусным. Если хотите, сюда можно добавить еще цедры лимона или апельсина. Будет еще ароматнее. Очень хорошее сочетание апельсина и абрикос. Посмотрите, тесто какой консистенции. Вы знаете, что мне кажется, сюда можно добавить еще грамм 20 муки. Так как здесь довольно-таки жирное и масло, и сметана. Поэтому можно еще немножко добавить муки. Сейчас возьму. Вот я еще добавлю муки. Здесь 20 грамм. Вот это уже тесто той консистенции, которая нам нужна. Видите, оно уже начало пузыриться. Очень нежная и красивая, такой шелковистой структуры. Но смотрите, не забейте его тоже. Как-то так. Вот такое тесто. Оно легко сползает из лопатки. Все. И отправляем тесто поверх абрикос. Я вообще очень люблю выпечку с абрикосами. Мне кажется, это самый удачный и вкусный такой фрукт. Они не сильно текут в выпечке. Все. Равномерно я распределяю тесто. И отправляем наш пирог в духовку, разогретую до 180 градусов на минут 40-45. У меня режим конвекции вверх-вниз. Все. Уже в духовке. Ждем. Ну что ж. Прошло уже 42 минуты. Ух. Все. Ах, какая красота. Видите, как карамель. Ах, какая красота. Аромат, конечно, стоит уже на всю кухню. Нам не терпится его скушать. Сейчас попробуем. Все. Зубочистка сухая. Значит, все готово. Оставляю минут 10-15 остыть. И можно пробовать. Он самый вкусный, когда еще теплый. Можно добавить мороженого. И все наслаждаться вот этим вкусом. Ну что ж. Пирог немножко остыл. Он еще реально горячий. Но попробуем его вынуть. Так как мы уже очень хотим его попробовать. Все еще горячий. А вынулся он очень легко вынимается. Чуть-чуть-чуть. Какой горячий. И посмотрите, какая красота. Аромат можно было бы еще взять, включить, чтобы духовка поджарила это все еще снизу. Но, возможно, мы бы его и не вынули. Пирог еще теплый. Ну что ж. Самый ответственный момент. Пирог еще теплый. Разрезаем. Снизу, кстати, у нас получилась такая хрустящая корочка сахарная. Та-да-да-да-да. Я уже вижу, как это вкусно. Ну что ж, будем сейчас пробовать. Ну что ж, давайте попробуем. Это очень вкусно. Тесто такое классное. Вообще супер. Очень рекомендую. Приготовьте такое. И детям понравится, и взрослым. Это вкуснее шарлотки. Такой простой, но очень вкусный пирог. Мои рекомендации, друзья. Ну что ж, мои хорошие. Вот такой вот сегодня я подготовила для вас рецептик. Я надеюсь, что он для вас понравился. Если же так, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте про колокольчик. До новых встреч на канале Вкусно, Просто и Доступно. Готовьте с любовью, будьте здоровы. И не забывайте подписаться на мою страничку в Инстаграме. Ссылочку на которую я оставлю в описании под этим видео. Там вы сможете увидеть некоторые нюансы из съемок этих роликов. И вообще, там много в моей жизни. Я надеюсь, вам будет интересно. Пока-пока.